Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайт ringstudiedition.ru И сегодня я покажу вам углубленное изучение ротоскопинга, то есть мы будем вырезать отдельный объект и использовать маску MATE, чтобы наш объект поместить за предмет, то есть создать такой вот эффект объемности. Вот сегодня мы создадим примерно вот такое вот видео, то есть видно то, что объект находится за домами, мы также можем, допустим, поместить его полностью вот сюда, сделать его чуть еще поменьше. Либо вот так, либо побольше вот, то есть сделать великана большого. Вот, сегодня я покажу технику создания вот этого эффекта, то есть здесь вот маска MATE, вот, которая скрывает как раз наш объект. И мы будем создавать такой-то эффект объемности. Ну и в принципе покажу, как сделать великана. Вообще, помолчая, у меня было вот это видео, то есть видео человека, который ходит, давит людей, но здесь он выглядит довольно-таки неестественно, потому что он полностью черный. Если мы даже играем в цветокоррекции, в принципе, он же черный, и на этом видео он выглядит неестественно. Я же добавил свой футаж, и здесь получилось, конечно, более естественно, потому что цвета довольно-таки схожие. Итак, ладно, нам нужен футаж вот этого видео. Желательно, чтобы он был статичный. Если он у вас не статичный, советую вам его отстабилизировать. В принципе, у меня есть уроки на сайте, как можно отстабилизировать изображение. Смотрите, учитесь. У меня же получилось вот. Я возьму вот этот футаж, и я его сразу пре-компожу, чтобы у меня был фиксирован один размер. Но это не обязательно делать. Я назову как-нибудь его фут. Вот у меня вот такое вот изображение. Оно полностью отстабилизировано, и нам нужен объект. Можно заместо объекта, конечно же, использовать титры, что-нибудь еще. Но нам нужен объект, допустим, человек, который давит дома. В моем первом случае, когда я использовал вот этот футаж, я сделал его на белом фоне с помощью люмакея. То есть, смотрите, как это получилось. То есть, я немного вырезал объект сам его маской. Вообще, по умолчанию, у меня был вот такой вот футаж. А здесь же я вырезал некоторые неровности и чисто оставил вот этот белый фон. С помощью люмакея я убрал этот белый фон полностью и оставил черного как раз объекта человека. Так как он одет в черное, довольно-таки удачно получилось воспользоваться кейингом. Вот. Это делается просто. Если у вас есть такой вот футаж на белом фоне, то вы применяете эффект кейинг и, допустим, люмакей. Я воспользовался люмакеем. В принципе, вы можете воспользоваться кейлайт. Это не важно. Вот. Мы ставим здесь, допустим, мы ставим здесь Out of Brighter и повышаем значение Threshold на то значение, которое у нас должно идти. Чтобы лучше видеть, где у нас убрались углы, где нет, лучше включить, показать прозрачность фона. То есть, вот так. И можно повысить немного. Можно 60-70. Но это зависит, конечно, от вашего футажа. Поставить побольше терпимость. Tolerance. То есть, где-то 40. Можно поставить размытие, где-то около, может быть, 3 пикселей. У вас получится вот такой вот примерный футаж. Если у вас он есть, то есть, объект на прозрачном фоне, вот такой вот, то просто копируете его в Ctrl-Copy, допустим, и вставляете в ваш оригинальный футаж Ctrl-V. Вот, у вас есть вот такой вот человек, который идет по видео. Конечно же, вы можете воспользоваться ортоскопингом, в прямом смысле этого слова. То есть, специальный этот футаж подготовить, используя маски. Для этого вам нужно очень много времени. Допустим, в моем случае, представьте, у меня есть кусок видео, вот такой вот, где, допустим, шагает человек. А мне надо полностью сопоставить, допустим, 5-секундное видео с масками. Это довольно-таки трудоемко. Но это все-таки реально. Вы можете, конечно, воспользоваться программой Moco и другими, но если снимать это на белом фоне, на таком-то однозначном, вот на таком-то фоне, то все равно здесь очень много смежных пикселей, и маска будет все равно слетать автоматически. Поэтому приходится вручную делать. В пятой версии, конечно, есть Rotobrush, но она также здесь работает не очень хорошо, потому что фон довольно-таки смежный с нашим объектом. Но все-таки реально, допустим, вручную самому нарисовать маску и как-то вот покадрово все это сделать. Но это очень долго, поэтому я вам не советую. Советую все-таки использовать Chromakey, если у вас есть. Если нет, шейте, купите. Довольно-таки полезная вещь. Ну, если нет, то найдите, конечно же, однотонный фон, это будет лучше. Даже если вы найдете однотонный фон и будете, вот, допустим, в темной одежде, то автоматический ротоскопинг, автоматические маски будут работать намного лучше, потому что смежных пикселей здесь нет. Ладно, в любом случае, если у вас есть вот такой вот футаж на белом фоне, вне зависимости от того, какой он именно, то есть вам нужен футаж как раз на альфа-канале, то есть фон должен быть убран. Вы должны нарисовать маску Mate. Это делается так. Вы создаете новый слой, New Layer Solid, темного цвета, где-то вот так, да, и отключаем видимость у этого слоя. Отключаем, кстати, видимость у второго, но так, чтобы не мешал. Это, в принципе. Вот. И теперь мы должны здесь нарисовать маску, которая у нас будет маской Mate, то есть той маской, за которой объект будет прятаться. Это делается так. Мы убираем инструмент маски и рисуем. Сначала я нарисую границы самой маски, то есть это будет где-то вот так. Так, это будут мои границы. И теперь я нарисую так, как у нас должны находиться вот все вот эти вот дома и все вот это. Это будет, наш объект будет скрываться вот за этим, вот за этим домом, потом идти дальше вниз. Где-то вот так вот рисуем. Мы, конечно же, можем расположить его за деревьями, но не советую, потому что здесь очень много мелких объектов будет видно. Так, ну здесь вот как-нибудь потом обрежем. Все равно сюда не доходит объект. Вот. Ну и все. Вот так вот соединяем. Это вот эта наша маска. Включаем черный слой. Мы видим то, что вот такая шляпа образовалась. Это все правильно. Включаем наш средний красной слой. Теперь у нашего среднего слоя мы ставим TrackMate. TrackMate называется. TrackMate, если мы ведем. Если у вас нет такой панельки, то toggle switch mods, либо правой кнопкой мышки по панельке, columns, либо F4 также вот. Смотрите, он скрывает, открывает. Ладно. Мы ставим у нашего второго слоя TrackMate на Alpha Inverted. Таким образом он принимает нашу Mate маску, вот эту вот, за общую маску к этому слою. Таким образом наш объект скрывается за ней. И таким же образом наш объект становится таким вот более 3D. То есть мы можем его двигать спокойно, здесь как-нибудь расположить. Вот. И он будет создавать у нас эффект объемности. То есть это все действие происходит за домами. Конечно же можно было вручную масками делать, но представьте, это очень трудоемко. Вот лучше использовать маску Mate. Вот. Вы можете вот так оставить в самой маске, вот этой. Можете зайти в панель маски M. Здесь же в панели маски выбрать Mask Feather, поставить Mask Feather где-то около 3 пикселей, то есть немножко смажет углы вот этим. Вот. И все. В принципе можете вот так оставить. У вас получается человек, который идет за домами. Вот. И создает такой довольно-таки неплохой эффект. Вот. В принципе все, что я хотел сегодня сказать. Это вот техника, которая называется Mask Mate. С помощью ротоскопинга вы можете сделать вот такой вот эффект. Эффект великана, человек, либо что-то еще. Здесь машинка едет. Вот. Ну в общем пользуйтесь. Довольно-таки хорошая техника. Много очень применений к ней. С вами был я, админ сайта nxtudiedition.ru Заходите на мой сайт, смотрите обновления. Всем удачи, всем пока.